Мы начинаем наше официальное мероприятие. Я так понимаю, что есть перевод и наши коллеги на той стороне нас также слышат. Мы начинаем наше мероприятие. Мероприятие проводит наш общественный совет, общественный координационный совет по общественному контролю за голосованием при общественной палате Российской Федерации. Здесь находятся мои коллеги. Перечислю сейчас тех, кто присутствует у нас сейчас в Москве в здании Общественной палаты Российской Федерации. Я являюсь председателем Координационного совета. Меня зовут Григорьев Максим Сергеевич. Справа от меня Мария Валерьевна Бутина, член Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями. Слева Алена Валерьевна Булгакова, заместитель председателя Координационного совета. И наш коллега Александр Александрович Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета. На связи у нас с российской стороны также находится член Общественной палаты, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Константин Анатольевич. И на американской стороне перечисли участников. Это Брюс Маркс, основатель леведической фирмы Маркс и Соколов, бывший член Сената штата Пенсильвания. Это Кеннет Косгроуф, профессор политологии и правовых исследований в университете Сафолка. Кристина Кулич Бамбакас, если я правильно сказал. Преподаватель политологии и правовых исследований также в университете Сафолка. И Трейхут, профессор факультета политологии университета Джорджии. Наш общественный совет, наш координационный совет при общественной палате занимается вопросами общественного контроля за выборами. В том числе здесь в России мы обеспечивали, тренировали вместе с гражданским обществом России. Мы обеспечивали наблюдателей на избирательных участках и во время выборов, и во время голосования по поправкам. У нас голосование проходит единый, у нас есть единый день голосования. И на всех участках у нас были наблюдатели от кандидатов, которые участвовали, наблюдатели от партии были, и в том числе независимые общественные наблюдатели, которых, собственно говоря, мы и направляли на каждый избирательный участок. Это право закреплено за нами законодательно, за нами, за систему общественных палат. В России есть общественная палата Российской Федерации, в каждом регионе своя общественная палата. Они создавали коалиции общественных организаций и направляли на каждый избирательный участок независимого наблюдателя. Мы считаем, что это очень важно, поскольку наши наблюдатели, для них важно только соблюдение закона. Они не находятся на стороне того или иного кандидата, не находятся на стороне той или иной партии. Сегодня, конечно, мы обсуждаем американские выборы. Это был существенный урок для всех. Безусловно, наше мероприятие называется наблюдение за выборами уроки американской президентской кампании. И действительно, много выводов сделали. И мы во всем мире сделали по итогам избирательной кампании. Насколько я понимаю, с формальной точки зрения, пока еще процесс продолжается. Несмотря на то, что многие международные СМИ уже сделали заявление о том, кто победил, с юридической точки зрения пока это не определено. Я вот очень кратко постараюсь с нашей стороны, какие у нас были, собственно говоря, вопросы к американским выборам или некоторое такое непонимание. Но первое, это то, что, собственно говоря, во всех избирательных кампаниях, не только последние избирательные кампании, для российского гражданского общества мы всегда не понимаем, как может произойти так, что человек, который не набирает большинство голосов избирателей, при этом становится президентом Соединенных Штатов. Есть целый ряд этих примеров. И у нас многие считают, что, собственно говоря, когда так происходит, это вообще не дает избирательной системе право называться демократической. Но мы прекрасно понимаем, что у американского народа есть право решать, кто выиграл, собственно говоря, по любым способам. Но вот насколько это является демократическим, это у нас вызывает вопросы. Второе, это неравные условия конкуренции. Мы понимаем, что участвует в выборах американского президента много людей, представителей разных партий. И мы видим, что некоторые участвуют в дебатах, некоторых исключают, некоторых показывают в средствах массовой информации, некоторых практически не показывают, не показывают. И мы видим в это неравенство, неравенство условий для конкуренции. В России, например, такого нет, поскольку у нас есть государственные телевизионные каналы, есть государственные средства массовой информации, и время, и площади распределяются на государственных каналах, распределяются каждому из кандидатов, и каждый может быть представлен. Ну и, конечно, у нас вызывают вопросы, как я понимаю, американского народа тоже. Вот эта архаичная система выборщиков. Мы считаем, что, собственно говоря, эта система не соответствует нынешнему моменту. Ну и буквально два слова скажу, конечно, о том, чем нам заполнилось силе, что вызвало у нас как минимум удивление. Может быть, мои коллеги потом добавят в более четком формате. Но я скажу мягко, вызвало удивление избирательной кампании 2020 года. Это, конечно, нарушение, которое мы все видели. Это и голосование умерших людей, это и голосование неграждан Соединенных Штатов, это недопущение наблюдателей. Это, конечно, большие вопросы к голосованию по почте. Например, в России перед тем, как получить бюллетень, у нас нет голосования по почте, можно голосовать на дому, когда приезжают. Но приезжает, во-первых, каждый человек, который получает бюллетень, его личность удостоверена 100% по его паспорту. Присутствуют наблюдатели, наблюдатели от разных кандидатов, когда выдается бюллетень, и выдается один бюллетень конкретному человеку, личность которого точно удостоверена. Вот то, что в Америке рассылалось бюллетень большому количеству людей, в том числе бюллетени попадали к другим, естественно, людям, не доходили до адресатов, это, конечно, вызывает большие вопросы. Тем более, очень много было информации, когда бюллетени выбрасывают, где-то сжигают, еще что-то происходит. Это с чистыми бланками. Конечно, это давало возможность использовать это для массовых нарушений. Обратный вопрос, конечно, по подсчете самих бюллетеней, которые уже пришли по почте. Мы знаем, что в различных штатах разные правила, и при этом где-то разрешено эти бюллетени собирать, где-то это не оговорено в законодательстве, но мы понимаем, что во многих случаях один человек или какие-то группы людей ходили с этими бюллетенями, их собирали, потом отправляли по почте в разных штатах по-разному. Но мы понимаем, что это, естественно, большие возможности для массовых нарушений открывает. И третий, наверное, здесь блок, это то, что мы видели, собственно говоря, в социальных сетях, поток информации о том, что какие-то бюллетени отклоняются, какие-то нет. Где-то проверка по сличению подписей не проходит. И в том числе мы слышали о случаях, когда уже бюллетени принимали после того срока, когда по закону это могло происходить. Ну вот это, наверное, основные вопросы, которые вызывают у нас интерес, нам интересно, что скажут наши американские участники. И мы начнем, наверное, с Брюса Маркса. Брюс, вы нас слышите? Перевод есть у нас? Брюс, вы нас слышите, да? Расскажите ваш лоцент американских выборов, что происходило? Ну, на самом деле, вы уже достаточно многое осветили, начиная с самого вопроса голосов выборщиков. Мы знаем, что у каждого штата есть определенное количество голосов выборщиков. И действительно, получается иногда немножечко непропорциональная картина, когда небольшие штаты имеют большее количество голосов выборщиков, чем, может быть, штаты, которые должны быть более влиятельными. Но на самом деле трудно говорить о том, что это оказывает огромное влияние на исход выборов. Мы все-таки помним о том, что это поделено на истории нашей страны, что это штаты, которые были изначально независимы, и таким образом для того, чтобы обеспечить права каждого штата и предотвратить ситуации, когда более населенные штаты могут диктовать свою волю остальным штатам для того, чтобы на самом деле более равномерно представить мнение всего народа. Вот была выработана эта система. Например, победа Дональда Трампа, как вы знаете, была обеспечена больше количеством голосов выборщиков, а он на самом деле в абсолютном количестве голосов, поданных за него, он проиграл выборы. Но мы знаем, что различия обычно не такие большие. И мы знаем, что во многом это может быть обусловлено тем, в каких штатах более активно, традиционно проводятся кампании той или иной партии, потому что есть штаты, которые традиционно считаются демократическими или республиканскими. Но действительно у нас возникли новые проблемы. Например, у нас в Пенсильвании достаточно печальная история по коррупции на выборах. Когда я сам участвовал в выборах, и мой оппонент от демократической партии действительно использовал административный ресурс. И были манипуляции с бюллетенями, когда люди не получали бюллетени для голосования, а вместо этого эти бюллетени потом были брошены, подписаны. И мы знали про те случаи, когда люди в конце дня голосования подписывали бюллетени за отсутствовавших на голосовании. В этом году у нас впервые были бюллетени, отправлялись по почте. И действительно у нас возникли проблемы, когда иногда демократы не разрешали наблюдателям от республиканской партии наблюдать за подсчетом голосов. И в результате можно было увидеть, что некоторые конверты были неправильно оформлены, но наблюдатели не допустили до процедуры рассмотрения. А если у нас конверт подписан неверно, например, вы не указали правильно свой адрес, или вы не указали дату, то ваш голос может не засчитаться. И сейчас у нас предвыборный штаб Трампа оспаривает подсчет голосов в некоторых штатах именно из-за того, что во многом республиканцам отказали в подсчете голосов, ссылаясь на какие-то технические проблемы с оформлением конвертов или с временем доставки и так далее. У нас, например, один из наших коллег в Джорджии, и мы знаем, что сейчас разница в голосах и в Джорджии, и в Аризоне, и в некоторых других штатах на самом деле достаточно небольшая речь идет о 10, 12, 13 тысячах голосах. Но наша система так работает. Я сам даже, на самом деле, мне повезло в 1994 году, когда я участвовал в выборах, в моей компании участвовал Дональд Трамп, который на то время был просто известным, успешным предпринимателем. И я как раз выиграл, и в том числе благодаря его поддержке. Но сейчас вот мой коллега в Джорджии вам расскажет про то, как действительно нелегко проходит в этом году законодательные точки зрения выборы. Да, Мария Валерьевна, вы что-то хотите спросить, прошу вас. Да, наружку говорите. Брюс, скажите, пожалуйста, по поводу системы наблюдения за выборами. Значит, как осуществляется наблюдение на участках, и мы видели от Дональда Трампа информацию о том, что не допускали наблюдателей для контроля выборов. Так это было или нет, можете вы что-то прокомментировать по этому поводу. Спасибо. Что касается Пенсильвании, я могу сказать, а может быть мои коллеги из других штатов, из Джорджии, из Нью-Гемшира, могут сказать про свои штаты. У нас есть просто независимые наблюдатели. В Пенсильвании у нас есть наблюдатели, назначенные от штаба кандидатов, и они находятся на избирательных участках, и если они считают, что происходит какое-то нарушение, они могут высказать свое возражение. И это достаточно важные меры для предотвращения... Но вот для предотвращения нарушений... Но в некоторых округах не допускали наблюдателей близко стоять во время подсчета голосов и близко стоять во время оформления документов. Они ссылались на требования законодательства, которые говорят, что вы должны наблюдать с 25 футов, но это там несколько метров, не всегда это можно рассмотреть. А в некоторых округах ссылались на санитарные требования, говорили, что надо наблюдать из-за пластиковых каких-то перегородок. Опять же, оттуда невозможно было нормально, объективно наблюдать с подсчетом голосов. И действительно, в Филадельфии, в некоторых пригородах у нас даже есть судебные иски были поданы. И сейчас у нас документы, оформленные избирательными комиссиями, счетными комиссиями, они сейчас проверяются. Особенно это касается бюллетеней, присланных по почте, которые должны быть оформлены правильно, и конверты должны быть оформлены правильно. Я думаю, что для штаб-квартиры Трампа будет сложно добиться полного пересмотра и пересчета, но они имеют на это право, и они будут обращаться, и везде, где возможно, будут проводить пересчет. Может быть, Трей нам расскажет о том, что происходит в Джорджии? Брюс, еще один вопрос, или даже два вопроса. Подскажите, вот это требование 25 футов для наблюдателя, очевидно, что этого расстояния не хватает для того, чтобы убедиться в том, что все происходит нормально. В скольки это штата? Где это применяется? И почему приняли такое решение? Это очень далеко. Это замечательный вопрос. В законе не указано, с какого расстояния, но дальше уже идет интерпретация закона. И некоторые просто толковали в свою пользу, и дальше это уже обжалуется в судебном порядке. И дальше суд по апелляции говорил, что нет, вы имеете право подойти настолько близко, насколько вам нужно для того, чтобы действительно видеть и наблюдать. Но пока судебное решение принимается, естественно, время проходит. Ведь законы надо толковать, применяя здравый смысл. И если в законе не указана определенная дистанция, то просто говорите с точки зрения здравого смысла. Ну и мы понимаем, что нет дыма без огня. Если какие-то ситуации выглядят подозрительно, то, скорее всего, что-то там такое не то происходит. И многие наблюдатели высказывали подозрение. Я, конечно, не могу точно сказать, что в каждом случае, когда высказано подозрение, есть проблема. Но действительно нет дыма без огня. Прозрачность в выборах в России, в Беларуси, в США это вопрос критически важный. Может быть, я могу немножко добавить? Если можно, еще один вопрос. Брюсу для нас очень интересно, какие точно использовались против него методы фальсификации на выборах? Я могу столько всего перечислить, потому что у нас федеральный судья выяснил, что действительно был сговор. был сговор для того, чтобы не пустить меня, не дать мне выиграть выборы. У нас, например, были люди, которые подговаривали испаноязычных избирателей, которые латиноамериканцы, переехавшие в США, и говорили, мы вам поможем заполнить бюллетени. И отдавали им уже заполненные бюллетени. Были люди, которых на работе, говорили, там, так или иначе, им надо заполнить бюллетени. Были у нас люди, которых не было даже в стране, а бюллетени оказались на них заполнены, и выяснилось, что они проголосовали за демократов. Мы нашли в том числе и мертвые души. У нас была женщина, которая за 7 лет до выборов вообще умерла, проголосовала. И вот 7 лет ее отмечали как отсутствующий на выборах, и, соответственно, проставляли потом за нее голос. И мы ничего только не нашли. И за умерших голосовали, и за отсутствующих голосовали, и сговор был. И поэтому федеральный судья отменил эти голоса, поданные против меня, отстранил от выборов моего оппонента, и я выиграл выбор. И у нас также был скандал, который известен как Эдскен, когда был сговор, сговор на уровне Конгресса. когда известный конгрессмен, как раз он говорил, что все решает деньги, деньги решают все. И на самом деле потом выявился сговор, и это было раскрыто, и мы знаем, что у нас даже на уровне конгрессменов бывает такое, что бывает сговор. Поэтому трудно сказать, что прямо точный подсчет не имеет. Иногда надо считать до самого-самого последнего голоса и считать очень тщательно, убеждаться, что подсчет прозрачный, что есть наблюдатели, потому что действительно для того, чтобы система работала, надо учесть каждый голос, голос каждого. Спасибо большое, Брюс. Вот для нас, конечно, очень интересна тематика, какие конкретно методы фальсификации выборов, какие преступления на выборах совершались сейчас на этих или, может быть, на прошлых американских выборах, как это было организовано. Кристина, я так понимаю, что вы хотели тоже рассказать. Прошу вас. Да, мне есть что добавить. Мне кажется, с точки зрения политологии, дыма гораздо больше, чем огня. Да, действительно, бывают, и массовые фальсификации, но гораздо более шумихи по поводу массовых фальсификаций, чем реальных фальсификаций. И даже, как показывают выборы Брюса, как мы видим, да, была попытка фальсификации, но благодаря наблюдателям, благодаря различным мерам безопасности все это вскрылось, было принято нормальное решение, и человек, против которого был сговор, вот, пожалуйста, выбрал выборы. И у нас, да, есть фальсификация, но при этом у нас есть определенные меры безопасности, которые срабатывают. У нас достаточно сильно локализованная система выборов, и очень часто все решается на уровне округов. и представить себе, что есть какой-то скоординированный сговор, масштабный, который руководит выборами в огромном количестве округов, но это смехотворно, на самом деле в это трудно поверить. на самом деле что вызывает гораздо большую обеспокоенность это манипуляции поведением избирателей через соцсети, через то, что людьми пытаются манипулировать, пугать их, внушать им какие-то идеи. у нас даже сейчас сколько было игр на различных страхах и сколько было принято изменений на разных уровнях прямо перед выборами. И это привело на самом деле к тому, что была очень большая неверность в том, что избиратели понимают вообще, что происходит и как это происходит. и какие-то изменения временные, какие-то может быть останутся, но при этом посмотрите какие у нас произошли потрясающие события, при этом Дональд Трамп хотя и проиграл выбор и набрал огромное, беспрецедентно огромное количество голосов, больше, чем любой другой республиканский кандидат. А Джо Байден обошел, то есть набрал еще больше. И в результате все эти страхи, о которых мы говорили, этого всего не произошло. Но что мы увидели? Мы увидели достаточно жесткую борьбу до самого последнего дня. И любые прогнозы, основанные на математических формулах, они на самом деле практически невозможно сделать, до сих пор идет подшим голосом. Как раз говорите на эту тему, очень многих людей в России интересует, почему социологические опросы показывали, что у Байдена большой перевес, перед Трампом небольшой процент был, по некоторым штатам даже социологические прогнозы говорили, что более 10%, а оказалось, что даже с учетом возможных фальсификаций массов, фактически они оказались на одном и том же уровне. С чем вы связываетесь? С тем, что американские социологические службы плохо работали? Или это вы связываетесь с тем, что была какая-то аффилированность этих социологических служб со штабом Байдена, что они искажали результаты? Это вызывает вопросы у нас. Очень большой разрыв, которого в действительности не было. на это нужно посмотреть по-разному. С одной стороны, у нас есть аналитика, основанная на больших данных, а с другой стороны, есть опрос общественного мнения. Опрос общественного мнения всегда упирается в то, насколько репрезентативен ваш вопрос. Кому вы задаете этот вопрос? Где вы у этих людей спрашиваете? И так далее. И в этом смысле анализ больших данных дает гораздо больше, более вероятный результат. Если вы посмотрите на анализ больших данных, то результаты гораздо ближе к реальным. Например, если кто-то вам задаст вопрос, вы готовы ответить, вы готовы снять трубку, если номер неизвестен? Большинство людей не снимают трубку, не отвечают за неизвестный номер. Как таким образом провести, например, телефонный опрос? 60% людей не готовы отвечать на телефонные обзвоны. И есть книги, посвященные анализу больших данных, каким образом можно проанализировать большой объем данных и понять настоящие тренды. Потому что, когда идет опрос общественного мнения, еще озабоченность вызывает то, насколько люди действительно искренне отвечают и действительно показывают свою реальную позицию. И я бы к этому добавила, что в 2016 году при опросе общественного мнения очень во многом было упущено мнение тех, кто оказался основой электората Трампа, задавали вопросы горожанам, людям образованным и так далее. И результаты опроса общественного мнения очень сильно разошлись с результатами выборов. И это многому научило. Но в любом случае мы можем сказать, что опросы общественного мнения накануне нынешних выборов показали, что Байден выиграет и на самом деле, ну, в общем, все идет к тому, что Байден выиграет выборы. А как раз, Кристина, если позволите, с таким же разрывом. Насколько я понимаю, видимо, прошлые опросы не научили, не дали, так сказать, хороший урок, потому что и в прошлый раз социологические службы, они давали результата меньше за Трампа, чем показал результат. И в этот раз оказалось, что социологические службы показывали огромный отрыв Байдена, а оказывается, этого отрыва практически нет. Этот отрыв, собственно говоря, очень небольшой, если смотреть по некоторым штатам. И, конечно, нас очень интересует в том числе ситуация в Джорджии и вопрос к Трайхут, вопрос, конечно, к вам, что сейчас происходит в Джорджии сейчас? Я так понимаю, что пересчет, да, планируется пересчет? Ситуация такая, что Байден опережает Трампа, может быть, на 14 тысяч голосов. и сейчас еще подходит результаты выборов воинских частях за пределами Соединенных Штатов. И у нас сейчас идет переход вручную, и будет пересчет вручную всех результатов. Но, в принципе, система работает так, как она должна. я был наблюдателем на выборах. Я объездила где-то 15 разных округов, достаточно хорошо все проходило. Но просто очень много времени уходит на тщательный подсчет голосов и на то, чтобы понять окончательный результат. Что касается опроса общественного мнения... А у вас были международные наблюдатели? Кто-то сказал, кто-то правильно подсчитал, кто-то нет. Я на самом деле не знаю, может быть, кто-то и был в тех округах, где я был. Я не знаю. Но я хотел бы немножечко сказать про анкетирование, про опросы общественного мнения. очень многое зависит от того, кто заказывает музыку. Какие-то опросы проводят демократы, какие-то республиканцы, какие-то независимые источники. Но у нас, как всегда, есть две крупных телерадио-вещательных компании. Это CNN и MSNBC. и они в основном освещают с точки зрения демократической партии. А Фукс освещает с точки зрения республиканцев. Естественно, они стараются осветить все с точки зрения той партии, которую они поддерживают. и что, например, были сюжеты про то, что Трамп потеряет Техас, что теленные сенаторы не смогут получить нужной поддержки. Вот эти все сюжеты, они формируют тоже общественное мнение. и они создают с одной стороны создают у демократов ощущение уверенной победы и наоборот создают ощущение, что республиканцы явно проиграют. И я думаю, что, наверное, при анкетировании, при опросе общественного мнения были те источники, которые старались объективно собрать информацию но давайте все-таки не обманывать себя. У нас есть два мощных вещательных канала CNN и MSNBC и они оказали огромную пропагандистскую поддержку Байдену и огромное влияние на электорат. Кроме этого, не надо забывать о социальных сетях, о Твиттерах, о Фейсбуке и мы видим ли, как какие-то сообщения цензурировались и мы видели, как и это тоже оказывало влияние на избирательную кампанию. Мы видели, что, например, какие-то комментарии, которые давала газета New York Post или которые давал Дональд Трамп, не пускались на Твиттер, потому что Твиттер считал, по тем или иным причинам это нельзя выпускать в эфир и таким образом тоже влиял на общественное мнение. Действительно, как говорит Трей и как говорила Кристина, скорее всего Трамп проигрывает выборы, но при этом нельзя забывать о том, какое огромное влияние оказывается на электорат. И действительно, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, действительно, система голосов выборщиков, она действительно иногда дает победу тому, кто набрал меньше голосов реальных избирателей, как это было в 2016 с Трампом. Но сейчас мы видим, хотя все голоса еще не подсчитаны, хотя результаты до сих пор предварительные, и до сих пор мы ждем результатов из воинских частей, из-за границы, и, наверное, до конца месяца не будет полностью официальных результатов, но сейчас мы видим, что скорее всего Джо Байден получил наверное на 5 миллионов голосов больше, чем Дональд Трамп. То есть он обеспечил себе поддержку не только за счет голосов выборщиков, но и за счет реальных голосов. Как известно, по американской системе недостаточно получить больше голосов, надо и получить собственно говоря голоса выборщиков, и пока здесь на мой взгляд все-таки ситуация до конца неясна. И я хочу передать слово нашему коллеге Александру Малькиевичу, который тоже как раз занимается вопросами интернета и социальных сетей. Прошу вас. Спасибо большое. Коллеги, для нас прошедшая в Соединенных Штатах Америки избирательная кампания оказалась печально знаменательна тем, что мы увидели какую чудовищную роль, но это наверное рано включили, я бы попросил, сказал бы тогда, какую чудовищную роль играют средства массовой информации, средства массовой манипуляции, и об этом наши коллеги американские как раз сказали. Мы видели, как фактически все четыре года, и CNN, и MSNBC, и NBC, и многие-многие другие каналы методично уничтожали действующего президента США. Мы видим, что даже сейчас, когда официальные результаты выборов не объявлены, через средства массовой информации американскому обществу и международному сообществу навязывается Джозеф Байден в качестве однозначного абсолютного победителя, хотя и мы об этом сейчас говорили, идет и подсчет, и пересчет, результаты не подведены официальные, но зомбирование общества продолжается. Мы увидели, к сожалению, совершенно страшную, на мой взгляд, вещь. Мы впервые в истории выборов и вообще в истории мировой увидели определяющую роль IT-гигантов в социальных сетей, вот так называемых новых медиа в манипулировании мнением избирателей. Мы увидели чудовищную цензуру на площадках популярнейших социальных платформ, прежде всего Твиттера, Фейсбук, Инстаграм, и подтвердились опасения, которые высказывала Россия, и мы как раз выходили с предложением всем странам вместе объединиться для того, чтобы поставить на место руководства этих IT-корпораций, потому что правила модерации контента, правила цензурирования контента непрозрачны, ни один пользователь не знает, за что он может быть забанен на той или иной площадке. То, что мы увидели в ночь выборов, в ночь подведения итогов, у нас уже некоторые политологи оперируют новым термином «Американская ночь». Эти выборы напомнили лично мне историю, когда видеокамеры перестали работать именно в ту ночь, когда Джеффри Эпштейн решил покончить с собой, якобы. Там эти тоже видеокамеры перестали работать. Здесь мы увидели, как в ночь выборов очень много странных, мягко говоря, вещей стало происходить. Кстати, говоря, по поводу ошибок социологии, я бы хотел, наверное, своему коллеге возразить, здесь ничего странного в этом нет, потому что избиратели показывают социально одобряемое поведение, демонстрируют. Но если четыре года назад можно было говорить о так называемых стесняющихся трампистах, то сейчас можно говорить о запуганных трампистах, то есть люди просто боятся признаваться в своих политических симпатиях, на мой взгляд, совершенно чудовищную историю мы увидели в эфире Fox News, когда работница избирательной комиссии Невады вынуждена давать интервью о нарушениях, при этом ее голос изменен, ее изображение не показывают, а ведь она в общем-то сотрудник грубо говоря преисполнений и она боится изобличать нарушения на выборах, потому что боится, что пострадает от нападок так называемого агрессивного меньшинства. Нас очень потрясла на самом деле здесь в России история с компанией Dominion Voting Systems, которая занималась обслуживанием выборов в 30 штатах и совершенно по непонятной причине запустила обновление своих программ, своих программ своего ПО именно в ночь выборов, после чего сервера в соколеблющихся штатах стали зависать, пошел разнобой, невозможно было подсчитать голоса правильно. А потом мы узнаем, что эта компания 6 лет работала тесно с Clinton Foundation. Соответственно, ну, вопросов на самом деле очень много. И вот сейчас попрошу как раз вывести коротко несколько слайдов. Наш российский фонд защиты национальных ценностей решил подготовить и мы скоро представим отдельно доклад об различных нарушениях на выборах в течение длительного времени в Соединенных Штатах Америки, включая, в том числе, и исторический контекст, потому что нам хотелось бы, чтобы прежде всего россияне, доклад ориентирован на них, знали, что это не разовые проблемы и немножко странно дам для отдельных официальных лиц, представляющих Соединенные Штаты, раздавать всем советы по организации демократического волеизъявления в то время, когда, вот мы сейчас видим на этой картинке, на мой взгляд, совершенно дичайшая история произошла в США в 1876 году, когда честно победившего кандидата Сэмэла Тилдена лишили победы, причем вмешательство в избирательный процесс происходило с участием армии, и думаю, что глупо отрицать этот факт. Ну, еще один исторический момент, он изучается в учебниках политологии, ведь этот термин про Джерри Мандеринг или Джерри Манджеринг про перенарезку избирательных округов для того, чтобы помочь находящейся силе, находящейся у власти пришло к нам благодаря губернатору Массачусса. Совершенно безобразная избирательная кампания, мы знаем, когда генерал Джексон сражался с Адамсом младшим, и это закончилось, мы знаем, кончиной супруги Джексона, и то есть будем делать обязательно экскурс в избирательные технологии, ну и в общем-то если переносимся в наши времена, то база данных подтвержденных случаев фальсификации на выборах всех уровней в США ведется с 79-го года, и это делают не какие-то внешние силы, а консервативный американский аналитический центр Фондейшн, эта база открыта, в ней сейчас 1298 случаев, при этом 1121 закончились уголовными обвинениями, мне кажется мы должны об этом говорить громко, для того, чтобы в будущем избежать попыток навязывания нам такой же неправильной электоральной модели для нашей страны, потому что не секрет, что существует целый ряд поклонников всего произведенного в Америке, поклонников в нашей стране находящихся, но вот подобного рода нарушения мы бы, мягко говоря, у себя видеть не хотели. Ну и подводя итог, хочу сказать еще раз о том, что увидев, можно картинку в принципе убрать, увидев ту чудовищную роль, негативную, разрушительную, которую айти-гиганты оказали на воле заявления избирателей, на ход избирательного процесса, мы в общественной палате безусловно будем думать над механизмами регулирования участия этих айти-гигантов в избирательных процессах. Это серьезнейший вызов, который стоит перед нашей страной, потому что в России с 2021 по 2024 год будут проводиться очень важные избирательные кампании, ну и в 2021 до 2024 кампании общефедеральные. И защитить нашего избирателя, нас самих от вмешательства извне, это конечно наша очень ключевая задача. Ну и мы все увидели, что система общественного наблюдения в России работает, ушла далеко вперед по сравнению наверное со всеми странами мира. здесь вот модератор нашего собрания Максим Григорьевич человек скромный, он не упомянул о том, что в этом году у нас две кампании в России прошли большущие, федеральные, ну одна общая федеральная по голосованию по Конституции и 526 тысяч общественных избирателей были ну да, наблюдатели были подготовлены общественной палатой на голосовании по Конституции более 200 тысяч или 250 по-моему тысяч наблюдателей работали в сентябре на выборах и мы добились прозрачности чистоты избирательного процесса, поэтому заглядывая вперед и зная о том, что промежуточные выборы в США в 22-м году должны пройти, мы готовы помочь с обучением общественных наблюдателей в США, передать им наш опыт, наши наработки для того, чтобы минимизировать возможные фальсификации, которые неизбежно будут в 22-м году в США для того, чтобы помочь защитить американскую демократию по нашим проверенным и работающим российским методикам, которые позволяют показать полную прозрачность голосования. Да, спасибо большое и наша коллега Мария Валерьевна Бутина сейчас выступит. Прошу. Спасибо большое. Александр Савельевич, когда вы заговорили по поводу наблюдения, у меня небольшое сообщение, касающееся международных наблюдателей в Соединенных Штатах. Я была на самом деле удивлена услышать от наших выступающих с американской стороны о том, что они не видели международных наблюдателей, потому что на самом деле международные наблюдатели, по крайней мере по сводкам СМИ, играли очень важную роль в этих выборах в Америке. Откройте интернет, забейте туда наблюдателей в Америке и вы увидите тысячи сообщений о том, что международные наблюдатели признали выборы прозрачными и честными. Это достаточно любопытные сообщения, потому что с учетом количества наблюдателей и сроков их пребывания на избирательных участках и вообще в Соединенных Штатах, они физически не могли сделать такие выводы. Более того, в задаче международных наблюдателей ВСЕ, например, такие выводы вообще не ставились. В чек-лист вопросов для международных наблюдателей оценивать по этим параметрам выборы не входило. Поэтому достаточно интересный момент, потому что у меня есть очень интересная статистика. Допустим, в 2018 году на выборах президента Российской Федерации в нашей стране было 1513 международных наблюдателей из 115 государств. на этих выборах в Соединенных Штатах, которым были приковано мнение международное, даже с учетом пандемии, даже с учетом всех ограничений, посмотрите, что мы увидели. Мы увидели... Можно мы ответим немножко Марии на то, Да, я сейчас закончу сообщение, конечно, я у вас спрошу обязательно. И у меня просьба, Мария, у меня просьба к вам, как у переводчика, можно, пожалуйста, немножечко помедленнее, потому что не успеваю. Хорошо. Спасибо. Брюс, дайте мне закончить сообщение, и я с удовольствием выслушаю ваше мнение. Спасибо большое. На этих выборах в США присутствовало в качестве международных... Да, прекрасно. Это прекрасно. Присутствовало два типа организации международных наблюдателей. Это ОБСЕ и это организация американских государств. Значит, от ОБСЕ присутствовало 50 наблюдателей постоянных профессионалов и 52 наблюдателей парламентариев и так далее. То есть людей, которые приехали посмотреть на выборы, но при этом не являются профессиональными наблюдателями. От ОБСЕ присутствовало 28 наблюдателей. То есть если посмотреть при всех ограничениях, связанных с пандемией, то получается разница с президентскими выборами в России в 2018 году больше, чем в 10 раз по количеству международных наблюдателей. Значит, что входило в задачи международных наблюдателей в американских выборах? Значит, они должны были смотреть вовремя ли открыты избирательные участки, сколько необходимо ждать в очереди, есть ли препятства для участия избирателей в процессе выборов, безопасность членов избиркомов, наличие масок, а также соблюдение социальной дистанции, а также нет ли оскорбления голосующих конфликтов на избирательных участках. обращаю ваше внимание, что в задаче, вот там у них был такой чек-лист, в задаче международных наблюдателей оценивать то, как голосовали люди, прозрачность выборов, честность выборов не входила, это не включалось в чек-лист. Значит, в конечном итоге, если мы сейчас посмотрим интернет, мы увидим, что единственное, весь интернет заполнен сейчас комментариями международных наблюдателей о том, как Трамп ведет себя в отношении выборов, что он ведет себя неправильно, что он пытается подорвать легитимность американских выборов, хотя, опять же, подчеркну, то есть, здесь нужно определиться, либо международные наблюдатели оценивают прозрачность этих выборов, либо они непосредственно приезжают за месяц до начала, до единого дня голосования и смотрят голосование по почте, либо они этого не делают, как они не делают сегодня, но тогда не делают политических заявлений в этом отношении. Значит, более того, я так понимаю, что действительно у американских наблюдателей на участках есть достаточно редкий шанс столкнуться с международным наблюдателем, и вот почему, потому что только 33 штата сейчас разрешают присутствие международных наблюдателей, поэтому очень может быть, что вы их и не встретите. Значит, между тем, когда международные наблюдатели говорят о том, что выборы прошли совершенно идеально, и нет никаких проблем, и Трамп исключительно пытается подорвать их легитимность, на сегодняшний день по данным ОБСЕ заявлено 400 исков в 44 штатах, и это признают наблюдатели ОБСЕ, как они могут одновременно утверждать, что выборы были прекрасны, честны и прозрачны, и при этом признавать наличие 400 случаев исковых заявлений. Значит, подводя итог своего выступления, хотелось бы отметить, что темы по вот этим вот, то, что Брюст в том числе затрагивал сегодня, по какому поводу у нас есть судебные иски сегодня, вернее, в Америке, естественно, это распространение раннего голосования, это дедлайны, то есть растягивание возможности получения бюллетеней после единого дня голосования и закрытия участков, это расположение ящиков для сбора бюллетеней по почте, это проблемы с подписями на конвертах, а также это ограничения на тех, кто квалифицируется для раннего голосования. В конечном итоге мне хотелось бы сделать следующее для Российской Федерации просто мы приглашаем огромное количество наблюдателей, как я процитировала вам собственно статистику нашу, хотелось бы видимо институт международных наблюдателей нуждается в реформе, он видимо нуждается в каких-то квалификациях, определение все-таки это политический институт или социальный институт, и я очень надеюсь, что мои американские коллеги оставшиеся смогут что-то прокомментировать по поводу международных наблюдателей в их штатах или вообще в Америке, потому что у меня вызывает, мягко говоря, сомнения, как такое малое количество людей смогли пронаблюдать все выборы во всех Соединенных Штатах с учетом того, что только 33 штата их разрешали и сделать вывод о том, что выборы прекрасные и прозрачные. Спасибо. У нас действительно возникли вопросы еще даже на этапе подсчета голосов, потому что только в Штатах закрывались участки, начались подсчеты, буквально 4 числа в России стало известно о том, что наблюдатели ТБСЕ признали выборы легитимными в Штатах. По сути, нам показывают видео и везде транслируется, как заколачивают фанерой окна, не допускают наблюдателей. В суд Пенсильвании сначала одна инстанция одобряет присутствие наблюдателей от республиканцев, потом Верховный суд запрещает это производство и, соответственно, наблюдатели ТБСЕ заявляют о том, что выборы прошли легитимно. Это вот такая параллель была очень интересная, за которой мы наблюдали с открытыми глазами, если честно. Что касается ТБСЕ, у нас и в ДИПЧе ТБСЕ, мы хорошо знаем эту организацию и у нас, конечно, есть свое мнение по этому поводу. Мы понимаем, что это предельно политизированная структура и с учетом их благоволения, собственно говоря, европейских стран к одному из кандидатов, то есть господину Байдену, для нас очевидны вот эти все несоответствия, что даже с учетом того, что их не пустили на избирательные участки, не пустили в 18 штатов, они никак не могли наблюдать, так сказать, за выборами, для нас неудивительно, что они дали свое политизированное решение и дали свое мнение наблюдателей о том, что выборы прошли в Соединенных Штатах, прошли в соответствии с международными стандартами, на наш взгляд, это абсолютно неверное решение и, собственно говоря, они, можно подрывать саму репутацию БСЕ и БДИПЧа БСЕ. В данный момент у меня вопрос такой, скажите, пожалуйста, ну, наверное, к Брюсу этот вопрос, скажите, вот, как оценивает американское общество то, что наблюдатели в БСЕ не допускаются на избирательные участки? Мария, видно, что вы очень хорошо исследовали, изучили этот вопрос и уж тем более видеть презентацию, где история вопроса прослежена аж с 1876 года, но при этом в Америке за где-то 200 лет нашей демократической системы, системы свободных выборов не только президентов, но и сенаторов, конгрессменов, мэров, в общем-то в основном система зарекомендовала себя как система свободных и демократических выборов. Что касается России, то у вас система свободных демократических выборов, она возникла только с раскладом Советского Союза. Что касается международных наблюдателей, я думаю, что это сама по себе идея хорошая. И у нас есть пословица, что по всей штате пожнешь, и если Соединенные Штаты выступают за участие международных наблюдателей в выборах в России, в Беларуси, то соответственно и Штаты должны быть готовы к приему международных наблюдателей. у нас, например, федеральные выборы проводятся, и президентские выборы, сенаторов, конгрессменов, местные выборы. И мне кажется, на любом уровне было бы хорошо, но особенно на федеральном уровне было бы хорошо прописать, какие должны быть наблюдатели, у нас сейчас их было не больше сотни наблюдателей, естественно, в связи с ограничением по ковиду, учитывая количество избирательных участков, естественно, нельзя говорить о том, что это количество адекватно, но я думаю, что если бы мы привлекли больше международных наблюдателей, это бы повысило уровень доверия к результатам наших выборов, и пусть приезжают и россияне, и европейцы, и представители восточной Европы, которые бы пронаблюдали, и, соответственно, и международные наблюдатели были бы в России. Если бы у нас были определенные требования, которые были устанавливали определенные требования, и касательно количества наблюдателей, касательно всей процедуры, было бы очень хорошо, но вот здесь у нас уже можно говорить о победе Байдена на уровне предоставленных на уровне и предоставленных на уровне не важно, но это трехпорт систем. Да, 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 значит, еще такой вопрос, так, сейчас, секундочку, я просто попросила его немножечко замедлиться, потому что очень-очень быстро было, и я просто не забывал, во-первых, было бы хорошо, если бы у нас было бы федеральное агентство, как в Канаде, которое бы наблюдало за ходом всех выборов, во-вторых, у нас все-таки трехчастная система, у нас есть Сенат, у нас есть Конгресс, у нас есть президент, и демократы выиграли на уровне федеральном, но при этом республиканцы выиграли на уровне штатов, и смотрите, при этом люди по разным причинам голосуют за разных кандидатов, и это обеспечивает достаточно взвешенную систему в конце, а я бы к этому добавил, что в Нью-Гемшире двое не могу говорить за Нью-Гемшир, могу говорить за Пенсильванию, откуда я родом, у нас два республиканских сенатора потерпели поражение, и мы видели, что очень многие республиканцы проголосовали за своих кандидатов в Сенате, но вот что касается Дональда Трампа, я думаю, что во многом он оттолкнул от себя вот у нас в Филадельфии, в Питтсбурге более образованную часть населения, женщин, может быть, из-за некоторых комментариев, которые он позволил себе в сети, Джо Байден во многом получил большую поддержку среди образованных женщин, даже чем Хиллари Клинтон, что интересно. И в Пенсильвании они смогли выбрать даже на уровне штата, при том, что это было нетипично, но действительно избиратели выбирают конкретного человека и голосуют за конкретную программу. И избиратели, при том, что они обычно поддерживают какую-то конкретную партию, но все равно на выборах голосуют за конкретного человека, который может быть даже не из их партии. Спасибо большое. Еще один наш коллега, Константин Анатольевич Комков, прошу вас. Коллеги, попробую, но очень плохое со связью, но я здесь бы базач все-таки вернулся к общественному наблюдению, и в чем здесь, наверное, плюс большой, мы видим это в регионе, что, например, в Российской Федерации все-таки разница и та система, которая выработана общественным наблюдением, она распространяется как от Курска, так условно говоря, и до Чукотской, до Чукотки, и, соответственно, здесь равные права у всех граждан, здесь, в отличие, может быть, от общественного наблюдения, насколько я знаю, не все штаты такой институт используют, это первый момент, поэтому здесь модель, которая сегодня есть в стране, это, ну, в какой-то степени, может быть, такая хорошая общественная франшиза, которую, может быть, стоит и предлагать и на международном уровне, это первый момент. Второй момент, это все-таки связано с, там здесь есть, и Александр Александрович приводил эти примеры, связаны с фальсификациями, которые предусмотрены, все-таки мы видим, что и уровень фальсификации, благодаря, в том числе, общественному наблюдению в стране, он максимально низа, и, может быть, как раз вот это общественное наблюдение позволяет эти моменты, особенно и в регионах, их минимизировать. Но, третий момент, все-таки здесь, то, что есть сегодня, и мы, в рамках региона, в этом году Курская область вместе с Ярославской стала первым регионом, где использовалась, в том числе, и система наблюдения на выборах через систему госуслуг, поэтому это тоже то ноу-хау, который сегодня, там, избирательная система России, собственно говоря, достойная на международном уровне. Поэтому, я думаю, здесь представителям общественных структур из Штатов нужно, как бы, может быть, в какой-то степени общаться с нашими коллегами и с нами, в том числе, по системе того наблюдения, которое есть, которое является таком ноу-хау в нашей стране. Спасибо. Подскажите, коллеги, да, наверное, тоже к Брюсу вопрос, или к Кеннету, если он еще на связи. Скажите, как вы оцениваете, мы все, действительно, тоже с большим удивлением обнаружили в одном из штатов, из штатов, вот такую вот ступеньку, когда поступившие голоса, поступившие голоса, там, по-моему, более ста тысяч голосов было, все как один оказались, что это те, которые голосуют только за Байдена. Мы даже здесь это назвали такое, как американская ступенька или ступенька демократии, но мы все понимаем, что более ста тысяч человек, не может казаться так, что нет ни одного человека, который голосует за другого кандидата. Но как это интерпретируется в Соединенных Штатах? Как вы это оцениваете? Если бы это было действительно правдой, то это было бы более чем подозрительно, но это, к сожалению, всего лишь журналистская утка, потому что, к сожалению, очень много определенным образом заряженных репортажей. Если бы действительно было такое, что сто тысяч бюллетей и все как бы как на подбор за Байдена, это бы вызвало очень большие толки, очень большие подозрения. Но если это передавали по Фокс или по каким-то другим политически заряженным новостям, может быть, Кеннет у нас больше следит за политическими новостями. Кеннет, сразу тогда еще... Да нет, конечно. Это никакие доказательства того, что это было реально. Еще тогда еще один вопрос. Тоже очень многие говорят о том, что могло голосовать большое количество неамериканских граждан, в том числе и нелегальных мигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах. А с учетом того, что, насколько я знаю, господин Байден обещал для более чем 11 миллионов нелегальных граждан американское гражданство, мы понимаем, что они могли голосовать за, так сказать, в одну сторону, за господина Байдена. Вы скажите, что применялось в этом, что известно по этому вопросу, что применялось для того, чтобы все-таки голосовали только американские граждане. Я еще добавлю, что вот это исследование The Heritage Foundation о нарушениях на выборах, оно показывает, что такие примеры были, когда голосовали не граждане, которые неправомерно себя зарегистрировали в качестве избирателей. Вот, Кенния, только как раз. Возможно ли, что единичные случаи были? Ну, возможно. Насколько они повлияли на ход выборов, да вряд ли. У нас все-таки трехступенчатая система, и один-единственный человек вряд ли может повлиять. У нас, да, у нас есть президент, у нас есть сенатор, у нас есть конгресс. проигрыш на одном уровне, но выигрыш на другом в результате приводит к достаточно сбалансированной системе. И да, что кто-то мог зарегистрироваться, да, мог, но чтобы это было значительное количество людей, которые бы повлияли на ход выборов, да вряд ли. И у нас, в принципе, это все отслеживается, гражданин, вы или не гражданин, по документам у нас система все отслеживает. Я согласен с Кеном, что это все бездоказательно. И в Пенсильвании, и в Джорджии, в Аризоне вряд ли можно говорить о каких-то массовых подтасовках, которые могли бы действительно повлиять на исход выборов. Ну что же, мы... У меня есть знакомые, которые выходцы из Советского Союза, и они в основном голосуют за республиканцев. А в Майами, где много выходцев из коммунистической Кубы, тоже республиканцев в основном поддерживают, и в основном поддерживают Трампа, что интересно. конгрессмен у них победил от демократов. И даже по кубинской диаспоре видно, что хотя многие из них поддерживали президентство Трампа, многие из конгрессменов голосовали за демократов. Но самое важное, это даже если были какие-то нарушения, то потом у нас проходят судебные расследования. Это все открыто, это все прозрачно. И если есть какие-то обвинения в коррупции, то все это открыто расследуется и все это выносится на суд общественности. Ну что же, что касается обвинений в коррупции, мы все следили за избирательной кампанией, и в том числе обсуждалась роль сына господина Байдена. К сожалению, мы какого-то расследования по фактам, те, которые были изложены, к сожалению, не обнаружили. Хотя есть серьезные, так сказать, соображения и серьезные данные о том, что сын господина Байдена имел непосредственное к этому отношение. Кроме того, мы понимаем, что относительно массовых нарушений у юриста президента Трампа, господина Джулиани, у него как раз другая точка зрения, и он как раз подробно говорил, в том числе и по поводу Пенсильвании. Но в любом случае, спасибо за ваше мнение, мне было очень приятно вас выслушать, потому что для нас, конечно, нужны разные мнения, в том числе для нас очень важные мнения Соединенных Штатов. Мы заканчиваем наше мероприятие. Спасибо всем, кто участвовал. До свидания. Пожалуйста, пригласите нас в качестве наблюдателей на российские выборы. Мы с Кеном с удовольствием участвуем. Мы можем вас пригласить как международных экспертов, потому что, вдобавок к тому, что сказали коллеги, у нас есть такая практика, когда некоммерческие организации приглашают международных экспертов сюда. Нет? Нет? Обязательно пригласим. До свидания. Я буду через секунду. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok